Теперь давайте применим этот алгоритм на практике, то есть решим задачу для конкретной заданной функции. Первым делом, как я уже говорила, нам надо выразить L через Q. Получается, что если Q равно корень из KL, то Q квадрат равно KL, значит L будет равняться Q квадрат делить на K. Тогда у нас издержки. Мы знаем, что V равно 1, R равно 4, и что R это у нас Q квадрат делить на K. Подставляем это все в функцию. Это все мы должны с вами приминимизировать по K, то есть считая Q параметром. Минимизировать мы с вами будем при помощи производной, потому что это у нас не парабола, значит минимизируем при помощи производной. Производная вот эта дробь Q квадрат делить на K я брала как производную многочлена, потому что делить на K это умножить на K в минус 1. Соответственно, выносится минус единичка минус, и делим мы теперь на K в квадрате, потому что у нас была минус первая степень, мы ее понизили на единицу, получилась минус вторая. Можно считать это как производную частную, но гораздо проще все это считать как степенную функцию. Как я вам уже говорил, надо обязательно посчитать вторую производную. Точно так же я взяла производную как производную многочлена, поэтому у нас получается минус третья степень понижением на единичку. Мы видим, что у нас получается дробь, перед ней стоит знак плюс, поскольку капитал у нас число не отрицательное, то эта дробь у нас положительная. То есть можно даже не подставлять найденный капитал, просто показать, что дробь больше нуля. Если вторая производная больше нуля, то значит мы нашли минимум. Это обязательно надо проверять, если вы этого не сделаете, то балл вам обязательно снизит. Итак, давайте выразим отсюда капитал. Какая у нас получается? Какая у нас получается?